Понятие успеха — это вещь очень такая относительная, и каждый воспринимает это по-разному. Для меня успех — это возможность делать то, что ты хочешь, и не иметь над собой начальника. И состояние, в котором никто не может тебя спросить, где ты был в 10 утра, почему ты не пришел на работу, и так далее. При том, что кинематографически у меня были очень большие неудачи, в том смысле, что какие-то картины, которые я считаю хорошими, или моя лучшая картина, их не было, например, в российском прокате, хотя я очень хотел бы, чтобы она была. Не в российском была, а в российском не была. Поэтому успех — такая вещь, для каждого человека она своя, что такое успех — определение. Если говорить о кино, то мне кажется, что это довольно жестокая область, в том смысле, что легко себе представить, сколько каждый год выходит так называемых режиссеров, или не так называемых режиссеров, кинематографистов, вузы выплевывают людей, которые потом должны найти себе работу. И это трудно найти работу, а еще труднее найти такую работу, или заниматься тем, что тебе близко, что ты и поистину любишь, и хочешь, и что ты хочешь сказать, и чтобы за это еще платили деньги, тратили на это миллионы долларов. Поэтому, конечно, кино и вообще актерская судьба очень непростая. И немногие становятся звездами, например. Поэтому рецепты я убежден, что нет. Надо очень любить то, что ты делаешь. Нужно иметь четко поставленные цели перед собой, идти к этим целям, отбрасывая все ненужное, все второстепенное, что приклеивается по дороге. И, скажем, если ты стремишься снимать блокбастеры, огромные фильмы за большие деньги и стать миллионером, это тоже цель. И вполне, на мой взгляд, достойное уважение. Не все должны снимать «Зеркало» или «Трудно быть Богом». Абсолютно необходимо снимать «Хоббитов», «Шреков» и «Горько» с «Любовью в морковью». Но кино снимать трудно. Мне кажется, что без любви к тому, что ты делаешь, самозабвенной, обойтись очень трудно. Можно быть трижды образованным, можно быть очень подкованным, теоретически вполне, так сказать, вполне грамотным. Но при этом не иметь чего-то того главного, что необходимо для кинематографиста любой профессии. Хотя, конечно, кинооператор – это более математическая с одной стороны профессия, с другой стороны профессия, требующая огромной культуры, в том числе и культуры визуального искусства. То есть знание живописи, знание композиции, понимание гармонии, я не знаю, более математическое, если бы, золотого сечения и прочих вещей. Наверное, я все сказал, что мог.